Так, всем привет! Мы продолжаем играть игру по названию Зайчик Другая История Мода. Кто не помнит, хотя кто и забыл вообще. Продолжаем, продолжаем. На каком моменте я забыл, вспомним по пути. Я кинул рюкзак к столу. О, Оля. Оля приоткрыла двери. В общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прямо тут ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот, и у него какой-то... Антон, тебя к телефону! Кто? Сейчас приду, Оль. Не дослышали, бедная Оля. Я спустился вниз и подошел к телефону. Алло? Привет. Полина. Полина? Как она узнала мой номер? У твоей мамы такой молодой голос. Да, она сама еще молодая. Я бы хотела извиниться за сегодня. У меня сегодня плохое настроение было, и, видимо, я немного переборщила. Бывает. Да ничего, я не в обиде. Еще и Лилия Павловна накричала. А с ней такое часто бывает? Нет, совсем нет. Это лишь второй раз. Первый был давно, еще год назад, когда у нее муж умер. А вот, кстати, как раз-таки Ромка говорил, что примерно год назад она была другой. Видимо, как раз-таки из-за того, что отец умер, она изменилась. Муж? Папа Кати. Кати тогда была сама не своя. Я снимаю вообще? Да, я снимаю. Мне ее так жалко было. К сожалению, кроме меня ей никто не решался помочь. Ладно, давай не будем о грустном. Хорошо. Я тут у тебя спросить хотела. Когда Лилия Павловна выгнала тебя из класса, ты быстро собрал свои вещи в рюкзак и вышел. Но уходя, ты совсем не заметил выпавший из рюкзака предмет. Какой? Какой предмет? У меня не было ничего. О каком предмете речь? Вроде ничего такого я с собой в рюкзаке не ношу. А если бы был... А если бы упал учебник или тетрадка, Полина бы уже рассказала бы мне об этом, не скрывая ничего. А, это маска, которую дала Алиса еще. Она же засунула нам его в рюкзак. По-моему. А что именно упало? О, Антоша, мне нужно идти. Давай я расскажу тебе при встрече. Не договаривает. Но... Я побежала. Встретимся завтра. А куда так быстро? Полина положила трубку. Очень странно она ведет себя в последнее время. Кто избегает меня, кто старается отговорить от общения с ребятами. Кто изменяется. А и сейчас вот, скрывает что-то. Кто этих девочек знает? Да, никто. В общем-то. После неожиданного разговора с Полиной я решил покушать, а позже сел делать домашнее задание. Оля вертелась вокруг меня и постоянно о чем-то спрашивала, то и дело испытывала мое терпение. Однако я дал обещание быть для нее хорошим братом. Поэтому пусть и без особого энтузиазма я отвечал ей. А иногда и спрашивала что-то в ответ, чтобы не показывать свой малый интерес к нашему разговору. Главное, что моя сестра довольна. А вот какими путями, не важно. Допустим. После же я улегся на кровать, укатавшись зимним вечерним мраком в своей комнате. Столько всего сегодня произошло. Я впервые обнялся с девочкой. Жаль, конечно, что не с Полиной. Опять про Полину. А точно ли жаль? Вот-вот. Вот Ромка с Бяшей офигеет, когда узнает о том, что Катька обняла меня. Так еще и не случайно, а по своей инициативе. Хотя... Могут и не поверить. Да и Катька попросила молчать об этом. Так что пр... Попридержу язык. Интересно, означает ли это то, что дружба с Катей возможна? Или же она просто позволила себе минутную слабость? Как говорится, время всем... Время всех рассудит. Не стоит захламлять голову подобными мыслями. Что еще интересно, так это мой сон. Новый друг Алисы. Волк. С устрашающей зубастой маской. Если лисья-мордашка Алисы хоть как-то может привлечь к себе, то вот волчья морда. Ужасное решение для этого. Привлечь, что привлечет. А вот какое впечатление будет, уже дело другое. Впрочем, ладно. Странностей мне на улице хватает, а дома, пожалуй, хочется побыть в спокойствии. Насколько это возможно? Думаю, самое время закрыть глаза и погрузиться в таинственный и малоизведанный мир снов. Главное, чтобы сны не были как те. Странными. И не очень приятными. Кровь со вкусом клубники. Прикол. Поезд? Я только заметил это. Я задумался. Кстати, стекла на поезде как-то они пропорциональны друг другу. Шум колес разрывал ночную тишину. Он был глухим, словно доносился из какой-то трубы. И, прорываясь оттуда, откуда-то издалека постепенно нарастал. Папам-папам. Папам-папам. Повторяли тяжелые металлические колеса, начиная увеличивать свой ход. Я слышал эти монотонные постукивания о рельсе и ни о чем не думал. Думал. Наяву я их слышал или мне это кажется. Мне было не важно. Я просто лежал, ниже с мягкой теплой постели, под неумолкающие звуки поезда. А сам локомотив в нем временем неуклонно мчался на встречу неизвестности. Вдруг в однообразие постукивания и жужжания вагонов врезался звук, которого раньше не было. Это был оглушительный, пробирающий до костей рёв, лязг и грохот металла. Я приоткрыл глаза, но не успел ничего разглядеть, так как в ту же секунду силы отлетел в бок и ударился головой о стену. Больше никаких звуков я уже не слышал. Антон, Антон, вставай. Алиса. Я очнулся и сразу, даже не открывая глаза, потянулся за очками, но их нигде не было. Только обшарив всё вокруг себя, я понял, что они уже были на мне. Мы куда-то ехали и куда-то приехали. Ах, как больно. Только куда. Дав глазам немного привыкнуть, я с удивлением стал крутить головой по сторонам. Передо мной представила тёмное, слегка освещенное бледным светом пустое купе. Я аккуратно попытался спуститься с верхней койки. Вагон стоял под углом и сильно накренён вперёд, и я, оказавшись внизу, еле смог удержаться на ногах. Через треснутое стекло окна светила луна, и, к сожалению, это всё, что я мог разглядеть среди нашей темноты. Я подошёл к двери и попытался её открыть, но та не поддавалась. Я попробовал ещё, но что-то крепко удерживало её. Не получается. Чёрт! Заклинило! Ну давай! Только с четвёртой попытки, уже приложив все усилия, я сумел её сдвинуть. После чего дверь ещё немного посопротивлялась, но затем сдалась и окончательно отъехала в сторону. В лицо ударил холод, а по всему телу пробежали мурашки. Не то, что от холода зимней ночи, не от... Да, не то от появившегося чувства опасности. Высунувшись и посмотрев налево, я уже снулся. Вагон был буквально в смысле разорван пополам. Ого! Одна его часть зависла на крутом обрыве, а другая вместе с остальным поездом ушла под воду. Кажется, ещё один шаг, и я вместе с остатком вагона полечу в эту огромную чёрную реку. Дрожью в коленях я аккуратно вышел из купе. Держась за поручни, я стал медленно идти в сторону соседнего выхода. Но делая один шаг за другим, я вдруг заметил. Везде тихо. Нет ни криков, ни голосов. Молящих о помощи. Ничего. Всё это место окутывало и пронизывала мёртвая тишина. Я почувствовал, как мои ладони начинают потеть и скользить. Поэтому я ещё сильнее вцепился в поручень и продолжил подниматься. Продолев... Продолев? Преодолев ещё шагов пять, я увидел на стене расписание поезда. Однако сверху оно было закрыто приклеенным рисунком. Я сразу же узнал этот рисунок. Он был моим. Я нарисовал её... Я нарисовал ещё... Да. Я нарисовал его, ещё будучи в четвёртом классе. Ах, на нём мы с Олей зависли в облаках и держали в руках маленькое солнышко. Только жаль, что спустя пару месяцев Оля испортила этот рисунок, пролив на него чай. Удивительно, но воспоминания о нём сейчас вызвали у меня приятное греющее чувство. Держась одной рукой, я потянулся к нему, чтобы попытаться сорвать. Но тут же в ужасе... Но тут же в ужасе отшатнулся и едва не упал. Опа. Это скрин. Это скрин, чтобы на превьюшечку. Нет, неправильно. Вот так, вот так правильно. С листка капало что-то вязкое и тёмно-бордовое. И это что-то сразу напомнило мне. Кровь. Текая, она медленно покрывала с собой стену и пол. Я вновь поднял глаза. Лицо Оли, из светлого и полного надежд, стало заплаканным и испуганным. Она больше не тянулась к солнцу, а наоборот, старалась заслонить лицо руками. Моё же лицо из добродушного и счастливого превратилось в ослабленное и жестокое, испугающее на дно довольной и окровавленной улыбкой. Даже нарисованного солнышка уже не было. Вместо него в моих перепачканных руках лежало нечто похожее на... Я пригляделся. Человеческое сердце, из которого, не переставая, и шла та самая тёмно-бордовая... Кровь. Смотри, Оленька, это теперь будет наше счастье. Это я? Это я сказал? Глупая. Ах, все вы люди такие жалкие и трусливые. Как только вас застанешь врасплох, вы тут же превращаетесь в беззащитных существ, только и знающих, что молить о пощаде. Видимо, это зайчик. От увиденной картины меня едва не сточнило. Я испугался. А кто дверь сломал? Ужасающий грохот окатил мои ушины нующей болью. Кто-то просто с ноги дверь проломил. Что происходит? Черт! Вагон задрожал. Равновесие стало держать всё труднее. Бля. Я испугался. А! Уйди! Нет! Я боялся так, как не боялся никогда своей жизни. Та самая маска таращилась на меня пустым взглядом. Ай! Я ударился. Я ударился головой Остину, а затем почувствовал, что поезд движется не так, как обычно. Он... Сошёл с рельс? О! Крин! Вот это да. Мы упали. Или нет? Вырвавшись из-под запутанного одеяла, я подлетел. Сердце бешено стучало, голова гудела. Увиденное никак не укладывалось в сознании. Я ещё пару секунд таращился в угол комнаты, боясь, что из него покажется нечто чёрное. Но нет, это всего лишь сон. Всего лишь сон. Пытавшись унять беспокойные мысли, я схватился за голову. Всё было так... реалистично. Что могло вызвать у меня такие сны? Есть же что-то, за что мой мозг зацепился, когда воспроизводил для меня картинку во сне. Во всяком случае, я надеюсь, что это оплот моих необъяснимых фантазий и ассоциаций. Как подмечали мои друзья из прошлой школы, я могу описывать видеть предметы не так, как другие ребята. Всегда могу найти нечто особенное, нечто крошечное, но значимое. Будто маленькая шестерёночка в огромном механизме, без которой всё сломается и встанет. Может, стоит смотреть на мир позитивнее? Когда за окном ты видишь сугробы, злобий серый, я бы даже сказал чёрный лес, тут уже не до позитива и хорошего настроения. В голове прокладываются мысли лишь о скором побеге. Будь моя воля, избегал бы я этот лес, да вот в том-то и дело, что воля не моя. Думаю о всяком, я внезапно почувствовал боль в голове. Ох, ещё слишком рано, чтобы просыпаться. Попробую уснуть. Надеюсь, никакие страшные сны не прервут моё путешествие с царством Морфия. Хоть бы на этот раз. Глаза совсем не хотели открываться. Тяжесть произошедших со мной кошмаров всё ещё оседала на верхние веки моих глаз. Хоть мне сейчас ничего и ничего не угрожало, я всё ещё боялся. Боялся, что снова увижу чернь, что попытается вырвать меня из тёплых объятий моего одеяла. Однако Оля, спускавшись на первый этаж, оставила за собой громкий топот, который сильно успокоил меня. Но почему она так рано встала? А может... Я проспал? Трудом открыв глаза, я заметил, что кто-то любезно закрыл шторы, тем самым защитив меня от ослепительного белого света за окном. Но сегодня же не выходной. Чёрт, я совсем забыл о том, что мы с ребятами хотели вчера вечером поискать улики в лесу. Видимо, я слишком быстро уснул, так и не дождавшись, заветнула стука в дверь. Уже ничего не поделаешь. Ладно. Я оделся и решил спуститься вниз. Всем привет. Мама! Антоша проснулся! Да, я. Привет, Оленька. А ты чего так рано встала? Уже обедать скоро, а ты только глазёнки открой. Обедать? А сколько сейчас времени? Двенадцать тридцать. Оля, посмеявшись, показала свою компетентность в этом вопросе и побежала наверх. Умна. С тобой девочка какая-то связаться хотела. Кто? Но ты спал. Сказала ей перезвонить через час. Будь готов. Катька? Да, хорошо, мам. Сто процентов не Полина, это Катя. Какая-то девочка. Полина что-то хочет сказать? Ну да, мы хотели обсудить с ней в школе мою пропавшую вещь. Но я проспал, поэтому придётся обсудить всё по телефону. Огромный груз, упав с моих плеч, дал сделать глубокий вдох. Так я, конечно, не особо расположу к себе Полину, но хоть нервничать много не потребуется. Выдохнув, я отправился заниматься утренними процедурами. Хотя нет, какой пока. Раздался отчётливый и громкий звонок. Я быстро вытер со своего лица капли воды и выбежал к телефону. Алло, привет. Ну, привет, Антошка. Да, Катя. Катя? Катя? По голосу не признал? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Что Катя... Что Катя может быть от меня нужно? Просто не ожидал, извини. Ну, я так и поняла. Можешь не извиняться. Тебе что-то нужно? Хотела узнать... Как ты? А то в школу не пришёл. Кое-как отмазала тебя. О, это, это, это клёво. Отмазала? Катя отмазала меня? А, я, ну, спасибо тебе, Катя, и... Сегодня в три свободен будешь? Сможешь к школе подойти? Опа-на. К школе? Зачем? Нужно так. В общем, я жду тебя. Не опаздывай. Мороз кожу сушит. Не хочу потом на свои облизлые руки смотреть. Это свидание? Да, я буду вовремя. Или просто ей от меня что-то нужно? Надеюсь. Давай тогда, Антон. До встречи. Пока. До встречи, Катя. Пока. Пока. Пока-пока. Ладно, на этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Маленькая-маленькая серия, но мне пора, поэтому я спешил. Читал быстро. Всем пока.